В квартире у Сергея Нифонтова зона, как он выражается сам, свободная от употребления мяса. В семье из четырех человек лишь один не принял вегетарианство. Сам Сергей четыре года назад понял, что вполне может обходиться и без колбасы, сосисок и шашлыка. День отказа он помнит очень хорошо. В какой-то был момент я начал заниматься своим здоровьем и начал, скажем так, пробовать на себе какие-то разные диеты, не диеты, там отказ от мучного, от сахара. И в какой-то момент, когда я отказался от сахара, от мучного, был такой период, я подумал, а что будет, если я от мяса откажусь, как я себя буду чувствовать. Переход на растительную пищу проходил трудно. Первые пять дней, по словам Сергея, были мучительными. Постоянно хотелось мясного. Но на пятый, шестой день все встало на свои места. То ли пятый, то ли шестой день, я очень четко помню, я выхожу из подъезда и я лечу. Вот у меня состояние какого-то парения, легкости, просто ощущение нереальное. Себя Сергей веганом не считает. По его словам, веганство – это крайняя степень вегетарианства. Веганы не просто не едят мясо и рыбу, они отказываются от всего, что связано с животным миром, включая одежду и обувь из натуральной кожи. Вспоминая реакцию окружающих на его новые вкусовые предпочтения, Сергей признается, что поначалу хотел всех переделать из мясоедов в вегетарианцев. А потом как-то подуспокоился и вот, ну вот, ну то, что ты ешь, меня, скажем так, это мало волнует, потому что, ну, каждый человек должен к этому либо прийти сам, либо не прийти, и здесь переделать нельзя. То есть это воля каждого человека. Из весомых плюсов отказа от мяса Сергей Нифондов отметил, что семья начала меньше тратить денег на продукты, да и состояние здоровья изменилось в лучшую сторону настолько, что возвращаться к мясу мужчина не собирается. Кирилл Васенин, Максим Нифондов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.